Добрый вечер! Вас приветствует телевидение Электрогорска. Время новостей и сегодня в нашем выпуске. В канун 8 марта в цветочных магазинах начинается ажиотаж. Какие цветы можно подарить любимым? Завершился региональный этап чемпионата молодые профессионалы, победитель, житель нашего города. Сотрудники Электрогорского отдела полиции задержали подозреваемого в совершении краж детских санок. Об этих и других новостях подробнее прямо сейчас. Подмосковные аграрии вырастили в 2016 году порядка 46,4 миллиона цветов на срез. В этом году плоды их труда можно будет купить грядущему женскому празднику в торговых сетях, сообщил глава регионального ментельхоза Андрей Разин. Объем цветочной продукции, произведенной тепличными комплексами Подмосковья, невероятно велик. Чудесные цветы радуют жителей столицы и области круглый год. К Международному женскому дню во всех торговых сетях будут подмосковные тюльпаны, розы, гиацинты, лилии и нарцисса. Завершился региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы». Он объединил 19 колледжей и вузов Московской области. Всего на суд компетентного жюри вышли более 470 участников, которых оценили 85 экспертов. Из нашего города на чемпионате выступал молодой профессионал из промышленно-экономического техникума Юрий Цупко. Он занял второе место. Поздравляем! Смотрите в ближайшем эфире «Интервью с победителем». А теперь к городским новостям. Сотрудники электрогорского отдела полиции задержали подозреваемого в совершении краж детских санок из подъездов жилых домов. Об этом заявили в пресс-службе МВД по Московской области. Задержанным оказался 25-летний местный житель. Ранее в полицию поступило два заявления о краже детских санок с чехлами-накидками из подъездов домов, которые находятся на улице Советская. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей. Преступник признал свое вино. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье кража. И теперь ему грозит лишение свободы на два года. С кадровых изменений начался Новый год для молодогвардейцев. Исполняющим обязанности руководителя городского отделения самого активного и многочисленного молодежного движения Подмосковья «Молодая гвардия» назначена Елена Черналова, директор Дома молодежи. Также был сформирован новый штаб организации, определены основные цели развития, намечены новые задачи и планы. Подробней у Татьяны Пыриновой. Ну, у «Молодой гвардии» города Электрогорска сейчас очень много идей. Мы, конечно же, уже составили план на ближайшее время, который будем реализовывать. Это будут какие-то акции, мероприятия. Ближайшие у нас 11 марта мы будем с организаторами поисковой выставки, которая будет проходить в Доме молодежи. Также мы будем проводить в течение марта различные акции, смотреть, как жители города реагируют на них и что-то дополнять, что-то делать. И не откладываясь задуманной в долгий ящик, молодогвардейцы приступили к конкретной работе. В совместо с сотрудниками Госадомтехнадзора ребята провели два рейда по территории города, приняли участие в празднике «Широкая Масленица». Конечно, бы хотелось бы участвовать в жизни города еще более активней. И, конечно же, сейчас, на данный момент мы бы хотели познакомиться со всем активом молодой гвардии, которая осталась, набрать еще активных ребят и уже начинать плодотворно работать. Желания и энергии воплотить свои идеи в конкретные дела у ребят достаточно. Присоединиться к молодежному движению могут увлеченные люди в возрасте от 14 до 30 лет. Молодая гвардия городского округа «Электрогорск» приглашает самых активных и неравнодушных ребят к нам в штаб. Будем вас рады видеть. Члены молодой гвардии поставили перед собой серьезные задачи. Ну, а жители города и администрация возлагают большие надежды на то, что намеченные планы и задумки будут реализованы, и молодежь станет принимать непосредственное участие в городской жизни. Все мы с нетерпением ждем весну с ее чарующими ароматами, капелью и яркими солнечными лучами. Но на исходе зимы мы зачастую начинаем тосковать. И это сказывается на общем состоянии организма и всем, что связано с красотой, молодостью и бодростью. Но эти мелочи легко решаемы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С раннего детства я мечтала заниматься либо стрижками или ногтями. Вот моя мечта осуществилась. Это сложная работа, потому что постоянно нам нужно придумать какие-то новинки, постоянно заинтересовывать людей. Мастера наши постоянно посещают семинары, чемпионаты, конкурсы, что помогает идти нам вновь со временем и тем самым удивлять наших клиентов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас мастера находят индивидуальный подход к каждому клиенту. Помогает создать образ в связи с особенностью каждого клиента. Это зависит от цвета глаз, цвета кожи, состояния волос, форма тела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас есть обязательно скидки для пенсионеров, для многодетных семей, так что мы очень рады будем видеть. Можно сделать антицебелитный массаж, либо массаж скорректировать фигуру. Кстати, у нас предоставляются акции на курс массажа, или ЛФК в подарок, или 11-й массаж. Можно, конечно, снять шапки и сделать красивую стрижку окрашивания волос. Вы получите в подарок лечение волос. Делая маникюр с шелаком, вы получите спа-процедуру в подарок. Ваша кожа засияет, будет гладкой и красивой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одна из таких акций при виде друга и получи 10% в подарок. Или пятая стрижка в подарок. В нашем салоне вы можете приобрести для своих любимых женщин вот такой подарочный сертификат на любую сумму. Милые женщины, ждем вас в салоне Идеальная Линия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напоминаю, что все новости доступны на нашем канале в Ютьюбе, ВКонтакте и на официальном сайте. В студии была Анна Вязгина. До встречи на ТВЛ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...